Самый первый, он же, пожалуй, самый эффективный способ энергосбережения – замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. На освещении, возможно, четырехкратная экономия. Судите сами, мощность ламп накаливания от 40 до 100 Вт, а энергосберегающих всего от 7 до 25 Вт. В обычной лампочке накаливания 95% энергии расходуется на нагрев. Это просто неэффективное тепло. В лампах же люминесцентных или светодиодных энергия, КПД значительно выше, энергия расходуется на освещение, в отличие от ламп накаливания. За счет этого у нас есть экономия. Добавим, что срок службы обычных ламп накаливания намного меньше, чем у энергосберегающей. Первые служат 15 тысяч часов, а вторые – до 100 тысяч часов. Следующее, на чем можно сэкономить, это электробытовые приборы. Здесь для всех главное правило – приобретать технику с малым энергопотреблением класса А или А+. Так, например, стиральная машина класса А+, потребляет энергии в два раза меньше, чем класса С. Важно знать, что загружать машину стиральную нужно полностью, то есть на 100%. Следует отметить, что недогруз либо перегруз ведут к увеличению потребления электрической энергии за счет неэффективного использования электродвигателя. Еще один источник экономии электроэнергии – это выбор программы стирки. При стирке в 30 градусов у нас потребление сокращается в два раза, нежели бы мы стирали при 60 градусах. Электрический чайник – этот прибор считается одним из самых расточительных, но и на нем можно экономить. Скажем, вы решили попить чай. Не наполняйте чайник полностью, а согрейте такое количество воды, которое требуется для одной чашки чая. Потому как мощность, расходуемая чайником, высока и время подготовки воды увеличивается. И за счет этого у нас растет потребление электрической энергии. Чем меньше вы нагрели воды, тем меньше, соответственно, потребление. Теперь о всеми любимом спящем режиме приборов. Кто из вас выключает ноутбук, плеер или телевизор, уходя из дома? Не просто пультом отключает, а выдергивает шнур из розетки? Или хотя бы нажимает кнопку отключения на самом приборе? Наверняка немногие. А между тем, только один телевизор мощностью 200 Вт в спящем режиме потребляет энергию в 20 Вт. Несмотря на маленькое потребление бытовых приборов в режиме ожидания, в сумме это может составить громадное потребление, скажем, за год от 600 до 1000 кВт-часов, что выльется в значительную сумму расходов по электроэнергии. То же самое касается и зарядных устройств. Одна, две, а в некоторых семьях и три зарядки сразу могут не использоваться, но в то же время быть включенными в розетку. Стоит отметить, что даже при отсутствующем телефоне у нас идет потребление в 20 Вт, что также в сумме с остальными приборами может повлиться с собой большие расходы за электроэнергию. Поэтому всегда доставайте зарядные устройства из розетки. Все эти мероприятия не требуют больших затрат и каких-то специальных знаний, а между тем позволяют в разы сэкономить семейный бюджет.